Бюджет края – главный вопрос этой сессии. После дополнительных поступлений от Федерации его параметры выглядят так. Доходы – 180 миллиардов, расходы – 192, дефицит – 12 миллиардов рублей. По итогам рассмотрения предложений в проекте закона о краевом бюджете ко второму чтению учтено 137 предложений на общую сумму почти 17 миллиардов рублей. Фракции предлагали увеличить финансирование на рост зарплат, культурную сферу, дорожную отрасль, реализацию программы КАИП. Многое учли. В этом году динамика увеличения расходов на спорт, наверное, лучшая за последние годы. Мы в фракции внесли поправку, которая предусматривала изменения в бюджете и дополнительные расходы на скорую помощь в размере 300 миллионов рублей. Так все-таки, может быть, давайте мы рассмотрим нашу поправку сегодня на сессии и могли бы реально уже с 1 января начать выплаты работникам скорой помощи. В настоящее время готовится повторное депутатское обращение в Государственную Думу. В ходе прямой линии с губернатором Алтайского края был получен ответ, что если не получится на федеральном уровне, то будут приняты меры на краевом. Этот вопрос стал камнем преткновения в полном принятии проекта бюджета. Принципиальность одной из фракций к этой теме одобрили не все. Она осталась верна многолетней традиции и при голосовании воздержалась. Большинство же депутатов в бюджет одобрили. Парламентарии внесли еще одно изменение в закон о транспортном налоге. Ранее они обеспечили льготами ветеранов боевых действий и многодетных семей с мощностью авто больше 100 лошадиных сил. Сегодня мы корректируем нормы законодательства и семьи погибших умерших ветеранов боевых действий тоже получат данную меру поддержки. Город Яровой теперь относится к территории с особыми полномочиями в области охраны здоровья. Право оказания первой помощи спасателями и пожарными теперь разрешено законом, как и допуск священников в стационары больниц и еще одно нововведение в сфере здоровья. Допуск к оказанию медицинской помощи специалистам немедицинских специальностей, если они наделены полномочиями выполнять медицинскую помощь в своих должностных обязанностях. Это позволит решить кадровую проблему таких направлений, как логопедия, психиатрия. Также депутаты ввели дополнительные ставки сотрудников опеки в 12 муниципалитетах, среди них Олейский, Калманский, Черышский. Пока в них работает всего один специалист на весь район и в одиночку пытается справиться с непомерной нагрузкой. Скоро ему в помощь должен появиться второй сотрудник. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.